Та-та-та-та-ра-ра Естественно, не молоко Урожайное лето, как приятно об этом! Традиционно оставляют осени яркие овощные перспективы. Любимые проверенные, фантазийные, интригующие, универсальные. Помните такую французскую поговорку? Женщина может сделать из всего шляпку, скандал и салат. Насчет шляпки не уверена, а вот блюда, возможно, из широкого набора продуктов, в том числе плодово-огородного, сезонно-овощного. Это, да, с салатом согласимся, а еще, скорее всего, рагу, запеканки, котлеты и оладушки. Здравствуйте, дорогие друзья! Остановимся на последних. Оладьи можно приготовить из всего на все. Посмотрим детально. Универсальность блюда и его вариантности, стремящиеся к бесконечности, как ни странно, базируется на малокомпонентности. Но бесчисленные замены возможны внутри каждого направления. Мука, какую пожелаете, пшеничная, гречневая, овсяная и так далее. Жидкость, хоть кефир, хоть вода, хоть молоко, хоть его альтернатива. Дрожжи или разрыхлитель. Сахар, соль. В зависимости от рецепта, десертной оладьи или нет. И вот тут вспоминаем вновь об овощном изобилии. Сокращаем количество муки и используем любой овощной или фруктовый наполнитель. Причем действительно какой угодно. И даже с дыней или арбузом оладушки тоже могут быть. И даже с баклажаном, или с редькой, или с брюквой. Пожалуйста. Что касается как готовить, способы тоже могут быть разные. Сковорода – это классика, но можно испечь и в духовке, и в мультиварке. Хочется присмотреться к мировому опыту без проблем. Не так давно мы готовили американские оладушки-панкейки. Их еще называют хоткейками. Более крупный размер, менее воздушное тесто, сухая сковорода, мед или кленовый сироп. В Дании для того, чтобы оладушки испечь, пользуются специальной сковородкой с круглыми ячейками, как в упаковке для яиц. В качестве наполнителя используют фрукты. Датские оладушки называются аблескивер. Шведские рагмунки или рагмурки – волосатые пончики. Они из картошки, как драники. Подаются с беконом. Голландские оладушки называются пафичес. Они дрожжевые. Южноамериканские – капачо. Они кукурузные. И вот что подумалось, наверное, нашим любимым кабачковым или тыквенным оладушкам тоже давно пора придумать какое-нибудь специальное красивое имя. Но пока давайте оставим все как есть. Причем буквально. Есть оладушки. Это здорово. Сладкие оладьи из тыквы. Соединить муку, манную крупу, сахар, корицу. Добавить растительное масло. Овсяное – не молоко. Тертую тыкву. Выпекать оладушки на разогретой с маслом сковороде. Ну а подавать можно с ягодным десертом в качестве топинга. То есть добавки, которые придают блюду вкусовую и эстетическую завершенность. Каков характер у ягодного десерта такой же, как и у одного из ингредиентов рецепта – не молочный. Приятного аппетита! С вами была Жанна Соловьева. Не молоко овсяное классическое лайт с жирностью 1,5% – это отличный вариант для ежедневного использования вместо обезжиренного молока. Не молоко лайт прекрасно подходит для приготовления легкого и сбалансированного завтрака. Продолжение следует...